здравствуйте друзья меня зовут александр постного сегодняшний наш ролик посвящен пепперомии уже у меня было несколько роликов про пепперомии можете посмотреть кто не видел и я буду продолжать их снимать вот буквально поскольку закончим эту съемку я сниму еще один про очень необычный вид это пепперомия тоже не могу сказать что она очень обычная это пепперомия копирата кита посмотрите особенности я сейчас сделал такой небольшой обзор сорта потому что уход за ней точно такой же как за пепперомии сморщенный лилиан и вы сейчас поймете почему потому что я начну рассказывать и обращу ваше внимание чем они схожи и в чем их собственно отличие и та и та пепперомия относится к пепперомиям сморщенным почему их так называют вообще собственно свойства пепперомии копирата в том что у них вот такие сморщенные листики видите очень сильно гофрированы если мы аккуратно посмотрим с обратной стороны то такой можно сказать глубокий ландшафтный рельеф у листьев собственно вот этот вот сорт повторюсь это называется сорт кита отличается таким розово-коричневым я бы сказала оттенком листьев потому что чисто бордовым или розовым и назвать сложно ну вот такой розово-коричневый оттеночек у нее это компактное растение растет она кустиком видите она у нас сейчас продажи пришло такими малышами те кому интересно мне часто задаете вопросы где можно купить доставляем ли мы по россии да мы доставляем по россии москва московская область само собой потому что мы находимся в московской области и если вас заинтересовал какое-то растение вы можете зайти на наш сайт flors.ru и посмотреть если она в наличии сейчас если в наличии нет вы можете написать на почту менеджеру она поставить в лист ожидания как только растение появится мы сразу вам об этом сообщим к сожалению все растения которые есть у меня на роликах в роликах являются героями моих съемок не могут быть одновременно в продаже потому что что то из них сезонная но даже если мы берем вне сезонные цветы у меня мастерская не позволяет вместить все разнообразие мира растений к сожалению и так сорт кустик достаточно плотный у него такой сочный листик и сочный стебелек почему говорю что уход за ней точно такой же как за пепперомии сморщенный лилиан потому что они в принципе похоже целиком и полностью отличаются они только цветом листьев такого малышку я привожу второй раз она редко бывает в большем размере потому что те кто производит пепперомии они предпочитают продавать их маленьком состоянии я в принципе понимаю почему потому что любители пепперомии много и когда ты покупаешь таких малышей у тебя есть возможность составить красивый очень садик из различных видов это опять же к вопросу о том какие растения можно сажать между собой если у вас одно растение разных видах вы смело можете сажать их вместе потому что у них одинаковая корневая система одинаковые условия полива освещенности и собственно они гармонично будут друг друга дополнять простора масса поскольку с эти вот я сняла ролики уже право три что ли виды по моему пепперомии или 4 и вот их все больше 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 и когда такой делаешь сад если учитывать размер растения форму листа цвет листа можно вообще поиграться и проявить себя настоящим растительным художником если так можно выразиться говорят что пепперомии копирата цветут вот эту малышку я не видела ни разу как она цветет если у вас такой экземпляр взрослый есть она цела поделитесь в комментариях но я предполагаю что цветет она также как и все виды пепперомии цветами похожими на подорожник что важно помнить много света не прямые солнечные лучи и очень аккуратно с поливом оптимально если вы не уверены в своих силах поливать ее через поддон сейчас у меня дома живет лилиан и до этого я все время поливала сверху я ее губила этим сейчас я поливаю через поддон она набирает объем массу и очень хорошо себя чувствует я уверена что это примерно не примерно прям точно такая же по условиям содержания растет она не очень быстро я бы сказала то есть это не быстро растущие растения но тем не менее она очень милая нежная очаровательная я бы сказала что это растение девочка ну во-первых розовый цвет располагает видите если даже очень в тему одета кстати очень гармонирует к моей водолазке все что нужно знать что чем мясистее лист тем аккуратнее полив чем мясистее ствол тем аккуратнее полив вот корневой системы у нее здесь еще не видно поэтому если вы покупаете такого малыша не стоит его сразу пересаживать уж тем более если вы заказываете растение с доставкой на ядком несколько дней сразу после получения пересаживать его точно не стоит поставьте его на окошко пусть она адаптируется в недельку-две после этого можно сажать но если мы говорим вот про то что мы поднимаем горшок и не видна корневая система то горшок оптимально брать вот такой и просто поменять грунт делаем очень аккуратно оптимальную перевалку максимально щадящим образом потому что пепперомии но они не все хорошо реагируют на пересадку вот по моим наблюдениям вот такого плана сорта реагирует на нее крайне капризно поэтому минимально травмируя корневую систему перемещаем растение в маленький горшочек если вы посадите в очень большой горшок то с вероятностью 90 процентов разовьется корневая система макушка у вас будет либо с мелкими листьями или будет очень медленно расти либо вообще не будет давать обильного прироста листвы напоследок мы сейчас сделаем вам крупный такой обзор потому что вы меня очень часто просите снимать растение поближе крупным планом здесь есть на что посмотреть потому что помимо розово-коричневого цвета не еще какие-то такие вот серо-зеленые оттенки пробиваются серединке листа надеюсь что смогла вас удивить поразить и показать вам еще один сорт пепперомий растений которые я отношусь скажем так с трепетом не могу сказать что такая же фанатка как фикусов аспарагусов но тем не менее растение прекрасно и я думаю что они послужат украшением любого зимнего сада спасибо что досмотрели видео до конца и надеюсь до новых встреч